активируем современным языком активируем свою высшую часть которая называется душа которая потенциале она соединяет нас со всевышним но фактически это как интернет который есть везде но чтобы к нему подключиться нужно знать пароль знаешь пароль подключайся не знаешь пароль извините вот так и сеть видишь на бывает вай-фай такая сеть есть есть а прицениться скажи пароль не знаешь пароль нет интернета тора это есть этот пароль тора и заповеди пароль к интернету к всевышнему когда ведь метафора мне сегодня пришла да мне кажется очень очень подходящая метафора которая современному человеку объясняет чем мы занимаемся да мы сейчас изучаем пароль к вай-фай связь со всевышним есть она есть и так она есть на всех есть просто у человека сознание она закопчена закрыта закрытое сознание у большинства людей которые должны соединять с душой с богом и вот мы его сейчас очищаем и так сегодня у нас врата 20 может очень глубоко продвинулись по пути праведников прошли уже 19 разных качеств напомню 19 было какое запоминание память запоминание было это 19 все остальные не помню если они сделали запоминание первым ну конечно вы все запомнили из-за того что автор этой книги он запоминание поставил на 19 место оказалось что мы-то все предыдущие уже забыли забыли мы все предыдущие врата гордости врата смирения врата стыд и dropa на угроб within врата ненависти правда милосердия правда жестокость и Legado радость и это беспокойство rate а сожаление врата гнева врата расторопности врата лень врата щедрости врата плпости врата памяти 19 и мы сейчас находимся на воротах забвения врата забвения если про память это было наверное самая длинная глава то забвение на сама коротенько вот одна страничка и еще кусочек пишет так что память это основа всех хороших качеств то есть если ты запоминаешь что что нужно запомнить и он предложил запомнить 30 идей которые уже скорее всего забыли если человек запоминает правильные вещи эти правильные вещи они как семена его мышление правильные идеи правильные убеждения они фундамент для его правильных решений а правильное решение фундамент для правильных действий правильно действие фундамент для правильной жизни для правильных результатов но к сожалению то помним что читали но мы слава богу учимся мы стараемся в результате то остается мало и вот он пишет забвение забывание шихиха на эврите это очень плохое качество для человека, занятого делами этого мира и готовящего себя к миру будущего. То есть здесь он нам сразу пишет, что вообще человеку помогает забывать. Из-за того, что у человека очень много информации входящей, которая постоянно с разных сторон, особенно мы сегодня живем в мире переизбытка информации. То есть информация идет со всех каналов, со всех сторон. Просто ты не можешь от нее вообще никак избавиться. И из-за этого вот те вот золотые самородки, те крупицы, те алмазы, полезные для человека информации, они теряются в огромном мусоре. Мне очень запомнилась последняя метафора из предыдущего раздела про память. Она именно и запомнилась, потому что она метафора, да, картинка. Картинка, что память нужно сделать как сито, которое просеивает муку грубого помола от муки тонкого помола. И то, что тебе нужно, иногда нужна мука грубого помола, ты себе оставляешь мелкого помола, ты, значит, оставляешь себе эту муку. Это запоминание, когда ты выбираешь, что тебе запомнить. А если ты просто отпускаешь этот процесс на автомат, тогда работа мозга, он сравнил ее с тем, кто сквозь тряпочку процеживает вино. И в тряпке остается только мусор, вот эти вот шмарим, какие-то, назвались не шмарим, но, видите, ну, в общем, те вещи, которые вообще не съедобны, их никакой нельзя использовать. А хорошее вино уходит. Также память обычного человека, она запоминает обычно все самое негативное, грязное, плохое. И наполняясь вот этой вот грязью, то память человека, она внутри создает вот это воспаление, когда человеку плохо. Поэтому нужно просеивать, ни в коем случае надо запоминать все, что вредит, надо запоминать только то, что полезное. Для этого нужно это полезное отбирать. И вот тут он нам пишет, как вредить человеку забывание. Например, забывчивый человек должен вести запись всех дел, которые ведет с другими. Даже если речь идет о мелких деньгах, пусть записывает, одалживая другим и занимая у других. Пусть все записывает и старается не забыть. Например, в бизнесе у человека очень много есть разных таких штук, что он обещал кому-то что-то, он занял у кого-то что-то, он взял у кого-то что-то. И теперь человек, например, знает о своей забывчивости. Ему не следует занимать у других, потому что они постыдятся, потребуют долг, а он забудет и не заплатит и понесет свой грех. Все. То есть человек он забудет, не заплатит. Есть много историй, как там, я помню одну такую историю, это, по-моему, рассказывал Рафхаем из Воложина. Он был учеником Веленского Гаона, и он первый основал Ешиву в Воложине. И умер один из учеников, и он рассказал, что он как-то, и он, значит, умер один из учеников, он начал во сне приходить к своему товарищу, и тот просыпался, но не мог понять, что он хочет. И потом каким-то образом он во сне пришел к Рафхаему из Воложина, и рассказал ему историю, что они как-то с этим другом, они на каникулы поехали по домам, и, в общем, тот парень, который умер потом, он ехал, и он в каком-то месте, у него не хватило денег рассчитаться за ночлег, там, за еду, и он остался должен. Но потом он умер. И из-за этого долга он не мог зайти в рай, потому что его не пускали, у него была как будто выкража на нем. И он, значит, приходил к этому своему другу, чтобы тот вернул за него долг, просил его как бы вернуть, тот не понимал. И потом Рафхаем поехал, вернул этот долг за него, и он пришел во сне, сказал спасибо, то есть теперь я захожу в рай. Вот такая была история. Поэтому человек может кому-то, например, случайно не отдать деньги, да, или специально не отдать деньги, и забудет об этом, потом будет проблема у него. Как он теперь нам советует не забывать о важных делах? Вот очень интересно, потому что, вот мы учим Тору, находим для себя какие-то важные идеи, принимаем какие-то важные решения. Вот, например, я в этот шабак, у меня было прямо просто такое для меня очень такое осознание чего-то, понимание чего-то. Я очень прямо хочу изменить что-то в своей жизни, да, и в себе. Я такую вещь какую-то увидел, понял. Но что? Он пишет, если ты даже что-то ты понял, что-то ты хочешь изменить, но ты можешь это забыть. Это качество ума, которое, с одной стороны, Всевышний сделал его, он все делает только для пользы человека. И человека, который забывает, он забывает, как ему было плохо, он забывает часто, как ему было больно, он забывает зло, которое ему кто-то сделал, чтобы не страдать, да, то есть Всевышний дал забывание для того, чтобы человеку сделать добро. Но, когда человек что-то нашел правильно, он хочет это запомнить, забывание в этом случае ему мешает. И чаще забывание мешает, мешает запоминать хорошее, чем помогает Помогает забыть плохое. Плохое, оно, это как заноза, которая более помнится, да, она как-то почему-то сильно запоминается. Теперь он пишет так. Вот был один царь, который дал слуде грамоту, да, на то время такие слова были, дал слуде грамоту. И он на грамоте это написал. Прекрати, перестань, потому что ты тленное тело, одна часть которого поглотит другую. Дал он этому слуде эту грамоту и сказал ему, увидев меня в гневе, подай мне эту грамоту. Ты мне ее дай, моей рукой написано, чтобы я вспомнил, что не надо гневаться. То есть он себе в то время же не было, а напоминало, стены были каменные. В общем, можно, хотя ему было, он же царь, мог бы он с этих картинок на стене наезжать. Но он сделал вот такое вот, как вместо магнитика на холодильнике с напоминалочкой. Он своему помощнику, слуде своему, да, дал эту грамоту и говорит, как видишь меня в гневе, показывай мне эту грамоту. Сделал такой поп-ап, знаете, сейчас здесь на компьютере можно окно на полиналке сделать, а в то же время не было. Так он ему слуде дал грамоту, сделал из него. Еще у него был другой слуга, которому было приказано предстать перед царем, когда он прикажет бить кого-нибудь плетьми. И должен был он ему сказать так в этот момент, господин мой, помни день суда, так же и будут тебя бить огненными плетьми, когда ты уже придешь туда на небо. Как ты сейчас приказываешь бить кого-то, лучше остановись. И он, значит, сделал для себя напоминалки. Из этого мы извлекаем поучение для многих вещей, говорит автор книги. Забывчивый пусть сделает себе памятки. Вот все, что вы хотите запомнить, нужно себе прям написать. Вот можно вот такие использовать бумажечки, написать себе памятки. Можно какие-то картинки, можно... Я вот специально сделал себе, уже половину дела я сделал, но не доделал. Я купил себе на телефон прозрачный специальный чехол, чтобы за этот прозрачный чехол можно было ставить бумажечки с какими-то напоминалками, что вот ты хочешь что-то делать, что ты ставишь. То есть все правильные вещи, которые ты узнаешь и хочешь внедрить в свою жизнь, нужно сделать для них напоминалочки внешние, чтобы они тебе памятки, чтобы они напоминали. И требуется положить себе урок, чтобы не забыть учение. Вот два слова, которые показывают такой вот устаревший религиозный перевод, это ибо и дабы. Если человек хочет таким писать языком непонятно, чтобы сразу люди современные, они отказались читать, обязательно нужно вставлять ибо и дабы. Все. Ибо, если ты вставляешь ибо, значит, люди понимают, что человек пишет какой-то странный, человек пишет этот текст. И дабы тебя поняли, значит, не используй ибо и дабы. И требуется положить себе урок, дабы не забыть учение. Как написано, как сказано в Торе, «Только берегись и весьма берегай душу свою, чтобы не забыл ты того, что ты видел». В книге Дворим написано, прям, Всевышний предостерегает народ Израиля, который стоял у горы Синаи, видел получение Торы, видел 10 казней, слышал 10 заповедей и так далее. Он говорит, берегись, говорит, чтобы не забыл ты того, что ты видел. Но не только это. У человека в жизни есть разные события, которые у него происходят, где Всевышний ему помогает. И вместо того, чтобы записать это, сделать праздник, да, праздник первого выздоровления своего, праздник спасения там из-под колес автомобиля, праздник, как Всевышний меня спас от там какой-то страшной болезни и так далее. Человек вместо этого помнит, наоборот, все, что у него было негативного. И что получается? Его мозг, который заполнен вот этими негативными событиями, он все время боится. Он проецирует на будущее страх. Человек, который помнит спасение Всевышнего, помнит все его победы, которые он давал и так далее. Он также говорит спасибо Всевышнему. То есть он полагается на Всевышнего, потому что он помнит добро, и оно у него активировано, это добро. Дальше пишет автор книги, где надо использовать забывчивость. Нужно помнить свои проступки, пишет автор книги. Вот тут вот это вот, я с ним не согласен особо, но мы изучаем. Он как бы все-таки великий человек, поэтому нужно прислушаться. Пусть же помнит свои проступки и запишет их в книгу. Надо записать свои проступки, где ты ошибаешься. И читает постоянно, чтобы помнить все и раскаяться в каждом, и исповедоваться перед ним, перед Всевышним. Значит, тут смотрите, что интересно. Он пишет такую вещь. Действительно, с другой стороны, это очень мудрая штука. Я вспоминаю, когда-то я обучал компанию, Сталладистик она называлась, из Белоруссии. Сергей Капустин был директор этой компании. И он рассказал такую историю. Он говорит, у меня принцип такой, такое правило. Что любой человек имеет право на ошибку, но никто не имеет права повторять одну и ту же ошибку дважды. У него был принцип в компании, в работе, в бизнесе. Он говорит, да, один раз можно совершить ошибку, но второй раз ее повторять, это уже, говорит, непростительно. Поэтому он говорит, когда какой-то сотрудник в компании совершает ошибку, мы его не увольняем. Но мы записываем эту ошибку в книгу ошибок компании, которые привели к убытку, к проблемам. И, значит, мы записываем, вот такого-то числа была такая ошибка, которая привела к такой-то проблеме. И он говорит, мы разбираем эту ошибку и записываем ее в книгу ошибок компании. Теперь, потом, каждый новый сотрудник, который приходит в компанию, он изучает эту книгу ошибок компании и сдает по ней экзамен. Теперь он знает, где может быть ошибка и где, как надо поступать, чтобы ее не было. И говорит, если уже человек, он изучил, сдал экзамен, и он делает ту же самую ошибку, мы его тут же увольняем, потому что он уже был предупрежден, что так делать не надо, а надо делать вот так. И он говорит, у нас ошибки компании закончились на 90 ошибок, уже все, больше новых ошибок не было, потому что уже мы все ситуации, которые только могли быть, мы эти все ситуации предусмотрели. И все новые сотрудники проходили обучение и экзамен, где могут произойти эти ошибки. В принципе, значит, такую он рассказал мне историю, Сергей Капустин. Здесь автор пишет то же самое. Он пишет, если у тебя есть какой-то проступок, запиши в книгу свою личную, как ты его сделал, не забывай, что тебя к нему привело, и как надо было поступить, чтобы этого с тобой не произошло. И получается, что если тогда опыт, есть люди, которые не запоминают, и они наступают на одни и те же грабли раз за разом, они наступают на одни и говорят о почти, как есть один у меня знакомый, который 10 раз женился. 10 раз он женился, и каждый раз он оказывал, что он ошибся. А что же ты так ошибаешься? Значит же, наверное, у тебя есть какой-то сбой программы, раз ты так уже 10 раз ошибался. Есть люди, которые не извлекают опыт, они забывают, что сделали ошибку и что их привело. Поэтому совет этот очень важный, записать проступки с разборами, в них раскаяться. А что такое раскаяние? Когда ты признаешь свою ошибку, и ты принимаешь на себя не делать это в будущем. Но чтобы не делать это в будущем, нужно же продумать, а как не делать это в будущее? Как не попадать в эту ситуацию? И знаете, я вспомнил сейчас такую иллюстрацию, анекдот, да? Если вы боитесь поправиться, то выпейте перед обедом 50 грамм коньяка, и вы перестанете бояться поправиться. То есть, если человек знает, что он после 50 грамм коньяка, он теряет самообладание. Ему нужно тогда каким-то образом себя оградить от этих 50 грамм коньяка. То есть, если он разберет все свои ошибки, которые у него были после того, как он выпивал, например, он должен продумать, как ему не подойти к этой ситуации. Но при этом он пишет такую дальше вещь. Пусть забудет проступки ближнего и простит ему, и изгонит из своей памяти ненависть и зависть и злые помыслы. То есть, говорит, но помнить о том, что сделали тебе другие люди плохо, да, это как бы нести постоянно в себя, то есть, в сторону есть заповедь. Не мсти, не будь злопамятным. Но при этом есть заповедь, например, кровная месть, не заповедь разрешения, да, если в тот момент. И есть разрешение, например, если вор лезет в подкоп и хочет тебя ограбить, например, да, и человек его, этого вора убил, то, ну, то есть, там есть, как бы Тора нам говорит так, в моменте ты можешь действовать, даже если кто-то идет убить тебя, встань утром, опереди его, убей его первым. То есть, это все в моменте. Но если ты будешь потом, когда уже сделали тебе зло, если ты будешь все это тащить в себе, то это неумно. Это как взять какую-то вот какашку и ее, значит, в себе завернуть в платочек, ее хранить, вспоминая, как, значит, когда кто-то тебе нагадил, да, то есть, он-то уже этого человека нету давно, он от этого вообще, ему ни жарко, ни холодно. А человек, который помнит зло, он себе же вредит. Поэтому он пишет так, что пусть забудет проступки ближнего и простит ему, и изгонит из своей памяти ненависть и зависть и злые помыслы, для себя же. То есть, не написано, что ты должен с ним общаться, не написано, что ты должен, как бы, второй раз попадать в ту же самую ловушку, да. Но помнить о том, что уже прошло, нет смысла никакого. Теперь, во время молитвы пусть забудет все на свете, но думает о милости Всевышнего и о своем стремлении к Нему. То есть, тут, значит, очень интересная вещь. Во время молитвы нужно сосредоточиться именно на том, что ты хочешь, да, на том, что ты общаешься со Всевышним. Забыть все и только сосредоточиться вот на своей связи со Всевышним. Есть такое выражение, что когда человек молится, его разум становится того, рвая шар, чистый и прямой. И в момент молитвы, когда ты полностью соединяешься со Всевышним, то сам вот этот акт, само действие молитвы, оно подключает разум, если ты реально сосредоточился и подключился к источнику мироздания, к источнику всего, к бесконечному Творцу. И само по себе вот это действие молитвы, оно меняет человека. И этим некоторые мудрецы объясняют эффект, что человек получает от Всевышнего справедливо то, что он заслужил. Во время молитвы он просит у человека дать что-то другое, которое он, значит, не заслужил, раз Всевышний ему не дает. И после молитвы вдруг он получает. Так чем это объясняется? Они объясняют это так, что невозможно уговорить Всевышнего стать несправедливым, Всевышний справедливый. Но возможно с помощью молитвы изменить себя, свою сущность, которая, изменившись, становится уже, становится пригодной для того, чтобы принять новую какую-то ситуацию. То есть меняется не Всевышний, он не меняет Всевышний свое решение. Меняется человек, который был до молитвы в одном состоянии, а после молитвы стал другим человеком. Поэтому он пишет, во время молитвы нужно забыть все и, значит, думать только о милости Всевышнего и о своем стремлении соединиться со Всевышним. Именно вот это действие через благодарность и через просьбу, чтобы, об этом тоже нужно просить, чтобы Всевышний дал вот это вот намерение, чистое намерение быть только со Всевышним. Не ради чего-то, не для чего-то, не для себя, а только потому, что это лучшее, что есть в мире, быть вместе со Всевышним. И в конце он пишет относительно каждой заповеди. Пусть старается сделать нечто, чтобы не забыть ее. Как говорил царь Соломон, мудреший из людей в притчах, 6 глава, 23 отрывок, заповедь свеча, ибо, заповедь свеча, не ибо, а просто заповедь свеча, можно же так сказать? Или так, как заповедь свеча, или просто заповедь свеча, говорил он, а Тора это свет, учение это свет, прям. Тора переводят как учение здесь, да? Заповедь свеча и учение это свет, а путь к жизни нравственные увещевания, моральная дисциплина, чем мы сейчас и занимаемся. И мы закончили главу забывания, поэтому, чтобы не забывать, запишите себе то, что для вас важно. Прямо из этой главы можно начать с месяца Томус. Сегодня Рошкодыш месяца Томус. Начать новый этап в своей жизни, этап, когда я помню все, самое важное. И то, что вы находите важное, записываете, повторяете в течение дня, расклеите себе бумажечки везде. Вы нашли какой-то отрывок там в псалмах, в притчах. Не надо бежать все время, бежать еще, 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 просто просматривая как, да? А нужно взять один отрывок, да? Свеча это заповедь, а то рассвет, а путь к жизни нравственное исправление, да? Нравственное, моральная дисциплина на английском. Очень хорошо слово мусар, только вот мусар переводят с английского moral discipline, да? Дисциплина моральная, когда ты ставишь себя под контроль в своей морали. И вот, значит, находите какую-то фразу, и целый день ее повторяете, сто один раз, не живете. Ее делаете частью себя, как говорил царь Соломон. Катвем, Славаторе, напиши на скрижалях своего сердца. То есть, выбей, на скрижалях выбивали камни, таким долотом выбивали в камни, чтобы потом это невозможно из камня, это невозможно стереть. Да, можно только убрать камень. То есть, если ты Славаторе написал на скрижалях своего сердца, что они выбиты, их не сотрешь. И написано, Кашерем Альгар-Гаратеха, забежи их на горло свое, то есть произноси их, произноси их вслух. Вот, нашли отрывок, и вы его произносите, 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 пока он не стал частью вашего мышления. Все, Славатор, хорошей недели. Спасибо вам, что вы приходите на уроки. Спасибо, что помогаете.